Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать, когда и как правильно обрезать отсветшие цветочные стрелки у орхидеи фаленопсис. Есть два способа обрезки. Давайте рассмотрим каждый. Более правильный способ это когда вы дожидаетесь, когда цветонос сам пожелтеет и начнет засыхать. Почему этот способ более правильный? Во-первых, вы режете по сухой мертвой ткани и нет вероятности того, что вы не занесете какую-то грибную инфекцию на ваше растение. Второе, это при усыхании цветоноса происходит отток пластических веществ в само растение, в орхидею, и она получает дополнительное питание. Цветонос вы обрезаете секатором или острым ножом, отступив от основания цветоноса или от ствола орхидеи 1,5-2 см. Лучше для обрезки не применять ножницы. Почему? Потому что ножницы мнут ткань, и в это место может попасть потом влага или какая-то бактериальная или грибная инфекция. И второй способ, когда не дожидаются того момента, когда цветонос сам засохнет и пожелтеет, а обрезают его сразу после того, как он отцвел. Как это делается? На орхидее вы ищете хорошо развитую почку. Вот, например, возьмем этот цветонос. Вот его придется обрезать полностью, потому что почки хорошо развиты, живой нет. Вот она, чешуйка сухая, и под ней мертвая сухая почка. Так что придется его отрезать, отступив 1,5 см от основания. Или его оставить, если, например, у него на кончике есть живые почки. Вот видите, вот она почка, она живая. Эта почка начнет дальше расти и развиваться, и цветонос продолжит цветение. Вот, например, вот на этой орхидее у меня вот два цветоноса. Один вырос уже осенью, и вот она цветет. И второй был обрезан. Две почки на нем тронулись в рост, и выросло два цветоноса. Вот один уже отцвел, но он будет продолжать рост, потому что здесь почка жива, хорошо развита, и удалять его не стоит. И вот второй он только начинает расти. Если бы здесь не было почки, можно было обрезать вот так, над этим цветоносиком, отступив от него где-то 2-3 мм. Цветонос может как тронуться в рост, так и остаться в таком спящем виде. Он может простоять даже год в зелененьком виде, и только через год у него проснутся вот эти почки запасные, и он начнет свисти. Так что, как вам поступить, вы выбираете сами. То есть, или вы ждете естественного отмирания цветоноса, и только потом его отрезаете, или отрезаете сразу, стимулируя рост боковых цветоносов из запасных почек. Всего вам хорошего, удачи и до встречи на моем канале.